Друзья, рада всех видеть, слышать. Сегодня мы продолжаем обучающий марафон Трансферфакторы, как они работают, что это такое. И сегодня у нас очень важная тема, это Трансферфакторы, аргументы и факты. Научно-доказательная база того, как это работает, что это такое. Так, всем еще раз здравствуйте. Я Надежда Тубаева, International Diamond компании Full Life Research, руководитель офиса Full Life в городе Тюмени. Работаю не только в Тюмени, конечно, как и большинство присутствующих в чате. И начинаем. Постараемся уложиться в 30 минут. Напоминаю правила, если у вас, друзья, вопросы будут, вы их пока приготовьте, пожалуйста, потому что иначе они в линейке поднимутся и потом затрутся, и их уже будет не вернуть. Ну и поехали. Итак, в основном мы сегодня, это слайдовая презентация, так все конкретно, по делу и коротко. И все, переключаем внимание на слайды. Поехали. Итак. Итак, о чем можно говорить с людьми, когда мы говорим о Трансферфакторах? Во-первых, я все время об этом говорю. Дистрибьютор компании Full Life, который вообще как минимум хочет для себя сделать этот продукт дешевле. Вот смотрите, мы все, когда зашли в компанию, у нас была основная задача какая? То есть ты, когда понимаешь, насколько этот продукт важен, ты понимаешь, что надо много, надо всем членам семьи и домашним любимцам, и встает такой замечательный вопрос, а где это все, как бы это все оплатить, чтобы не доставать деньги из собственного кошелька. И, в общем, большинство у нас, вообще компания уникальна тем, что большинство людей у нас заходят изначально на продукт, и только потом они начинают оценивать для себя преимущества бизнеса. Так вот, сегодня говорим о научно-доказательной базе. Итак, какие у нас есть подтверждения того, что Трансферфактор существует? Не так давно от одного доктора услышала такую фразу, когда ей, то есть суть вопроса, врач-иммунолог, к ней одна наша клиентка ходила долго-долго, результатов по аллергии на традиционном методе лечения, естественно, не получила, потом пришла к нам с Трансферфакторами, быстро свою проблему решила, пошла сдать снова, значит, там анализы, пришла снова к своему доктору, с восторгом рассказывает о факторе переноса, о Трансферфакторе, на что доктор ей говорит, ну, я допускаю, что они существуют. Так вот, сегодня у нас тема «Конкретные доказательства существования». Итак, Большая медицинская энциклопедия. Обратите внимание, 1985 год, 26 том, и вот эта страница 180, я уже сто раз демонстрировала эту страницу. Что здесь написано? Описан фактор переноса, как вещество, образуемое сенсибилизированным лимфоцитом под влиянием специфического антигена. Далее, в среднем столбце вверху описаны физико-химические свойства Трансферфактора. Рекомендую с ними ознакомиться. Температура разрушения, количество аминокислот, которые там находятся, то есть там размеры, температура разрушения указана, указана устойчивость к повторному замораживанию и оттаиванию. Далее, описано, что делает фактор переноса. Он ускоряет дифференцировку незрелых Т-лимфоцитов. Далее, написано, многократное введение вызывает терапевтический эффект. То есть, рекомендую с этими вот данными прямо самим ознакомиться, чтобы вам было легко разговаривать с людьми. Во-первых, мы сами приобретаем колоссальную уверенность в том, что это супер-юперный продукт. Дальше, смотрите, что написано в третьем столбце. Вверху начало подчеркнуто. Широкое применение затруднено. Из-за чего? А из-за того, что мы знаем с вами, что сначала это была донорская кровь, и это было очень и очень дорого. Теперь, когда компания Full Life Research, по сути, ее, знаете, величайшая заслуга перед человечеством в том, что она сделала этот фактор переноса доступным продуктом, товарным продуктом, который может использовать, ну, большинство людей на планете. Так, далее. Когда мы говорим о научно-доказательной базе в России, обязательно знаем прекрасно, что мы владеем таким очень серьезным аргументом, который называется методическое письмо. Вот так вот оно выглядит, да? Методическое письмо. Вот его нужно как минимум прочитать хотя бы на один раз. Методическое письмо, выпущенное Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации еще в 2004 году. Важно, на что обратите, пожалуйста, внимание. Это список авторского коллектива. Это люди, которые пользуются безусловным авторитетом в своей среде. Более того, могу привести вам такой пример. Когда в свое время, еще там 6 лет назад, я вот с этим методическим письмом подошла к проректору по научной работе нашего медицинского вуза, а он профессор-инфекционист. Он его вот так вот полистав, посмотрел вот этот список людей, под руководством которых производились исследования трансфер-факторов, и сказал мне буквально следующее. Если эти люди говорят, что это так, я с ними безусловно согласен. Почему? Потому что это элита в медицинском мире. И свою подпись под их подписью я поставлю, не глядя. Поэтому знать, кто вообще проводил вот эти вот исследования, это прямо, знаете, это вопрос профессиональной компетенции. Обратите внимание, во-первых, это академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель наук, академик Воробьев. Ныне, к сожалению, его нет в этом мире, но он внес огромную лепту в развитие вот этого направления науки. Далее, профессор Киселевский. Это российский онкологический научный центр Блохина. То есть очень серьезное заведение медицинское. Далее, профессор Карбышева Нина Валентиновна. Это известнейший паразитолог, инфекционист, доктор медицинских наук. Она живет и работает в Барнауле. Далее, Алтайский краевой центр профилактики и борьбы со СПИДом. Ну куда серьезнее. Далее, профессор, доктор химических наук Владимир Абдулаевич Додолим. Мы все его прекрасно знаем. Далее, доктор медицинских наук Аганова. Это уже в рамках компании Full Life Research. То есть вот этой вот информацией мы с вами просто профессионально должны владеть. Насколько серьезные имена людей, которые участвовали в этих исследованиях. Далее, очень важно, прямо знаете, кто не читал вдруг по какой-то причине еще вот это письмо Минздрава, то просто обращаю ваше внимание, что здесь на первом месте, вот в конце этого письма, выделено, выражено ему на корректирующие действия трансферфактора и трансферфактора плюс. Почему так, друзья мои? Потому что это было начало-начало 2004 год. Две формулы в компании. Трансферфактор классический и трансферфактор плюс. Все остальное появилось чуть позднее, это отдельная уже история, как-нибудь расскажу. Его лечебная и профилактическая эффективность при различных формах инфекционных и соматической патологии, сопровождаемой нарушением иммунного статуса, позволяет рекомендовать трансферфактор для широкого применения в медицинской практике. И, кстати говоря, в этом письме 56 научных работ, описанных в списке литературы, которые тоже были задействованы в этих наблюдениях. Далее, аналогичные исследования проходили в Украине, но там был взят, если в России это взрослый контингент, то там были дети и женщины с заболеваниями мочеполовой системы. Результаты тоже великолепные, тоже об этом нужно знать. И письмо Минздрава Украины состоит из двух писем, тоже обратите внимание. Далее, вот это вот страница учебника по иммунологии. Учебник 1987 года, автор учебника Петров, он рассчитан на студентов-медиков, для студентов 4 курса. И здесь фактор переноса вообще подробно описан. И описан способ получения вот этот дорогостоящий из крови доноров. И дальше тоже приписка, есть такой абзац с последней, с правой стороны, что подобрать доноров сложно. То есть метод классный, но очень дорогой. То есть мы говорим о том, что трансфер-факторы вообще в научном, в медицинском мире, факторы переноса, иммунный фактор еще, как доктора говорят, известен очень давно. Но это не, ну вот понимаете, не сегодня какой-то новодел. Это очень серьезные, такие известные открытия. Далее, вот это вот тоже страница из учебника по иммунологии. И здесь описана краткая характеристика гормонов и медиаторов. И фактор переноса стоит первым в этом списке с описанием его свойств. Далее, то есть мы так вот быстро сегодня. Вот это вот скан сборника «Конгресс человек и лекарства». Этот конгресс проходит ежегодно. И по сути является одним из самых значимых мероприятий медицинской общественности в России. Ну вот после распада Советского Союза. На девятом конгрессе целая секция была посвящена трансфер-факторам. Возглавлял эту секцию академик боковой. Выступали, мы прекрасно знаем всех этих людей. Выступали хирург-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Константинович Пинаев, который щедро очень делится информацией о трансфер-факторах и ведет прямо целый блок. В интернете называется блок онколога Пинаева. Кандидат медицинских наук Марина Метаповна-Арьяева. Она аллерголог-иммунолог. Человек с колоссальным опытом использования трансфер-факторов. И по сути на ее семинарах вырастает огромное количество врачей, которые ее семинары используют, знаете, как вот источник, основной источник знаний. Спасибо огромное за это Марине Метаповне. Алексей Иванович Егоров, кандидат медицинских наук. Наш с вами спонсор. Специалист по особо опасным инфекциям. Инфекционист. Вообще военврач. Мы знаем прекрасно, что это качество подготовки. И там были еще и другие выступления. То есть с этими вот сборниками, со сканами, по крайней мере, познакомиться тоже можно. Где их взять? Обратитесь к вашим верхним спонсорам. Они вообще помогут все это найти, потому что это надо изучать обязательно. Далее. Вот такая вот, по сути, монография, да, профессора Малаховой. Трансфер-факторы. Механизм действия. Использование в повышении качества жизни и комплексных программ профилактики заболеваний. Здесь о трансфер-факторе написаны совершенно восхитительные вещи. Рекомендую тоже ознакомиться. Далее. Вот эта книга. Это доктор медицинских наук Лефитов. Трансфер-фактор как универсальное иммуно-регулирующее средство. И здесь что описано? Опыт и перспективы применения в медицинской практике. То есть мы сегодня говорим о научно-доказательной базе. Далее. Вот знаете, одна из моих любимых книг. Это профессора Хэннена. Трансфер-фактор плюс. Описаны его вообще потрясающие свойства. И сейчас не будем на это время тратить. То есть, знаете, вот эту вот книгу, она должна быть настольной книгой каждого дистрибьютора компании, каждого клиента компании, каждого человека, который хочет получить как можно больше пользы. Для восстановления своего здоровья. Здесь замечательные совершенно вещи описаны. Так, это оттуда же у нас страница. Далее. Очень такой классный сборник. Тоже один из моих любимых. Это сборник статей и интервью со специалистами, проводившими клинические испытания трансфер-фактора. И имеющими большой опыт применения в разных областях. Вот, друзья, обратите внимание. Там не только все про больных, там еще и про здоровых. Что трансфер-фактор является великолепным иммунокорректором, который позволяет сохранить вот эту вот жизненную активность, оптимизм и классную качественную энергию на много лет вперед. Я когда проводила семинар по трансфер-факторам для здоровых людей, отсюда брала материалы. Здесь информация о том, что доказанное улучшение когнитивных функций мозга, доказанное улучшение работы репродуктивной сферы у мужчин после 50 и так далее. Знаете, здесь кладезь информации, ее прямо надо тоже обязательно почитать. Далее, вот там же мы знаем, когда мы говорим о профессоре Истофе, и мы знаем вот эту вот его известную диаграмму, как было грустно, 20-50 натуральных клеток киллеров. И как становится нормально, когда они в норме, 230-300. Так вот здесь представлена его вот эта вот сравнительная таблица на основе многих историй болезни. Я сделала для вас отдельный скан, чтобы было лучше видно. И обратите внимание, что в большинстве случаев при тяжелых заболеваниях вот это вот исходное количество натуральных клеток киллеров, колоночка в серединке. И посмотрите, еще раз напомню, норма 230-300 в этой же статье написана. У большинства современных людей, вот смотрите, мы говорим о том, что 20-50, а посмотрите, вот в этих вот состояниях, когда особо опасные заболевания у людей возникают, а количество натуральных клеток киллеров, сверху вниз читаю просто подряд, 1, 1, 8, 23, 3, 1, 22. То есть откуда же возьмется хорошее здоровье у людей? А вот это вот научно-доказательная база и ответ на вопрос, а как долго принимать трансфер-факторы? Да начинаем с того, у кого какое вообще изначально состояние-то. Если там одна клетка, натуральная клетка киллер, то о чем там можно говорить? Кстати говоря, при остром мононуклеозе справа, пятая снизу строка, обратите внимание, количество натуральных клеток киллеров 0. Как этот ребенок вообще себя чувствует? Представляете, то есть вот эти вот вещи, их надо знать обязательно, чтобы мы, во-первых, обретали собственную уверенность, и потом это просто классное знание. Далее, на что обратите внимание? Вот эта монография Академика Бокового, она появилась первой, и она есть на офисах, на всех. Это место трансфер-факторов в комплексном лечении и профилактике инфекционных заболеваний у детей и взрослых. А мы сегодня знаем, что инфекционные заболевания, да это бич по сути. И это на самом деле сегодня одна из основных угроз разрушения здоровья. И вот с этой монографией тоже рекомендую ознакомиться. Далее, в 2016 году вышла вот эта вот замечательная книга, которая, знаете, вызывает неподдельное восхищение у врачей и специалистов. Называется «Герпес вирусной инфекции у детей и родителей». Обратите внимание, это учебное пособие для студентов, врачей, педиатров, инфекционистов и иммунологов. То есть, по сути, для всех докторов. И авторами этого учебника являются два ученых. Это академик Александр Григорьевич Боковой, долгое время заведующий детским инфекционным отделением Центральной клинической больницы при управлении делами президента Российской Федерации. И ныне это консультант клиники, но он на самом деле возрастной. И человек, который своими душевными качествами и стремлением помочь детям, он просто, знаете, вызывает вот трепетное уважение. Я просто имею честь быть лично с ним знакома, да, потому что многократно была у него на обучениях. И вот это, знаете, люди, на которых земля держится. И он, обратите внимание на название учебника, герпесвирусной инфекции у детей и родителей, потому что здесь четко-четко показано, что часто проблемы детей закладываются еще во внутриутробном периоде. Далее, второй ученый, соавтор этого учебника, нами с вами всеми очень любимый Алексей Иванович Егоров. О нем я уже говорила. Учебник просто восхитительный. Он прямо должен быть в рабочем наборе у нас с вами обязательно. И вот здесь трансфер-фактор описан отдельной главой. 19 страниц. Трансфер-фактор как иммунокорректоры в лечении вирусных инфекций. Представляете, вот насколько это важно сегодня? 19 страниц медицинского научного текста, как это все работает. То есть очень часто докторам, думающим, даже можно ничего больше не рассказывать. Вот дали учебник, показали учебник и дали возможность его изучить. Совершенно восхитительная вот эта вот таблица. Спектр клинических проявлений герпесвирусных инфекций у детей. Очень часто родителям, когда мы показываем вот эту вот таблицу, можно больше ничего не рассказывать. Они просто садятся и находят проблему своего ребенка и видят, что является источником этой проблемы. И это герпесвирусные инфекции. А что как не трансфер-фактор и в комплексном лечении с другими препаратами, еще раз обращаю ваше внимание. Мы не говорим, что трансфер-фактор прям один-один-один. Мы не предлагаем использовать его вместо, вместе. Так вот, трансфер-факторы в комплексном лечении дают великолепные результаты. Иммунная система начинает трансфер-факторы брать под свой иммунный надзор, и они не являются разрушителями для нас. Но есть и есть. Знаете, как преступник, знающий, что если он высунется не ко времени со своими неправильными желаниями, и полиция его тут же повяжет и изолирует. Вот все то же самое. Наш организм – это государство. Более того, каждая клетка в нем – это отдельное государство. Со своими законами, правилами, и надо помогать, понимать, на чьей стороне мы стоим. И поэтому вот изучение всей вот этой вот научно-доказательной литературы, оно просто должно быть обязательным. Далее, посмотрите по научно-доказательной базе. Брин Ирина Леоновна – это известнейший доктор медицинских наук, профессор-невролог, врач высшей категории, которая долгое время трудилась в научном центре здоровья детей Российской Академии Медицинских Наук. Теперь смотрите, ею что доказано. Вот это патентное изобретение. Способ лечения эпилепсии. Друзья мои, эпилепсия с помощью трансфер-факторов излечивается. И вот этот вот патент, он просто бесценный по сути. Далее, мы все прекрасно знаем вот Дашу Трубникову, у которой у самой был диагноз эпилепсия, и которая благодаря трансфер-факторам сегодня эта молодая, здоровая, красивая барышня, совершенно восхитительная. Так вот смотрите, когда ее здоровье нормализовалось, знаете, очень такое большое признание, уважение вызывает, когда она рассказывает о своих благодарностях маме на сцене, знаете, это без слез слушать невозможно. Так вот, когда у нее все стало со здоровьем хорошо, и она написала вот эту книгу «Как иммунитет стал мудрым и сильным». Замечательная совершенно книжка, яркая, иллюстрированная, и совершенно простым языком описана, как работает трансфер-фактор. Тоже, в принципе, мы ее рекомендуем как семейное чтение родителям. Далее, журнал «Пятиминутка». Это научно-популярный журнал, и очень много выпусков посвящены, в том числе, там есть статьи о применении трансфер-факторов. Вот, например, трансфер-фактор в комплексном лечении инфекционных заболеваний у детей и взрослых. Это снова Академик Боковой. Далее, трансфер-фактор в комплексной терапии бронхиальной астмы у детей. Это замечательная статья Марина Митаповна Арьяевой. Прямо, насколько легче дети переносят свое заболевание, когда принимают трансфер-факторы, насколько повышается их качество жизни. Представляете, насколько вообще важно это знать. Далее, опять, Академика Бокового, статья, ну это просто восхитительные совершенно материалы. Оптимизация комплексной терапии детей, больных острыми респираторными вирусными инфекциями с применением трансфер-факторов. Тоже показана вот эта вот разница. Актуально. Здесь замечательная статья Академика Додали. Питание как основа качественной жизни и биологически активные добавки к пище, как один из компонентов поддержания нормального функционирования физического и эмоционального тела. Далее. Регрессия еще. Журнал «Пятиминутка». Регрессия рака пищевода при использовании трансфер-фактора. Что такое регрессия? Человек жить остался. Далее. Совершенно восхитительный материал. Это в архиве внутренней медицины в 2016 году. Вот эти два ученых, понижего, по-моему, правильно фамилия, да, понижего, они фактически за свой счет инициировали вот это вот исследование особенностей течения острых респираторных заболеваний у больных с атопиями. Что это значит? Это значит, вот смотрите, когда у человека аутоиммунные заболевания какие-то, то ОРВИ, ОРЗ, они же требуют что? Усиления иммунной системы. В это время тогда атопические заболевания, они тоже начинают прогрессировать. И получаются вот эти вот весы, из которого стандартная медицина выхода-то особо найти не может. Так вот, ими убедительно доказано, что при применении трансфер-факторов, при острых респираторных заболеваниях у больных с аутоиммунными заболеваниями, ситуация выравнивается очень благополучно и достаточно быстро. Вот там выводы просто восхитительные, их надо знать, надо с ними ознакомиться. Далее, вот это вот известный отчет о проведении исследования, называется он коротко у нас, если вы его захотите найти, цитологический тест профессора Киселевского. Обратите внимание, здесь цифры, факты интересные для докторов. Я вот это заключение скопировала и вывела отдельным слайдом. Обратите внимание. Так, тестируемые вещества обладают стимулирующим действием на противоопухолевую и цитологическую активность. И дальше эффективность повышается с 18% до 99%. Представляете, насколько это важно. Причем смотрите, здесь академикам Воробьевым есть оригинал вот этого документа. Подчеркнуто стоит восклицательный знак, ручкой дописано, замечательные результаты. Следует продолжить набор фактов, потому что это действительно исключительные результаты. Далее, вот это патент на изобретение снижения биологического возраста. И здесь написано, что снижение биологического возраста, так, я тут сейчас поближе видно не очень хорошо, восстановление высокого уровня самообновления тканей и оптимизации функционирования систем организма. То есть это то, о чем я все время говорю. КПД у организма резко повышается. И это научно доказанный факт. Далее, вот, собственно, всем нам знакомые ученые, исследователи, благодаря которым вот популяризация трансферфакторов, вот эта вот информация активно движется по миру. И мы все этих людей прекрасно знаем. И вот у меня, кроме благодарности, никаких других эмоций в адрес этих людей просто нет. Поэтому я не могу сказать, что это прямо вот такой полный обзор, но он уже и то достаточно информативный. Хотела включить сюда же плацебо-контролируемые исследования, результаты. Просто не успела это сделать, но две серии плацебо-контролируемых исследований тоже проводились. Поэтому я считаю, что вот эта вот информация тоже может оказаться вам полезной. Мы с вами на этом сегодня заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вопросов нет, то мы заканчиваем и продолжаем свою работу по продвижению вот этой вот великолепной информации. Так, здесь включу и сделаю. Так, так, так. Извините, офис на Белорусской сегодня работает так. Это не ко мне. Очень полезно, благодарю. Все, ну, прекрасно, я рада, если ваша вот эта вот информация, она вам будет каким-то образом полезной. Все, тогда если вопросов нет, на сегодня мы заканчиваем. Все, всего доброго. Так, как всегда, четко, информативно, прекрасно, потому что, ну, сегодня время сжимается, и надо, чтобы все было быстрее. Так, все, всего доброго, друзья, трудимся, работаем, продолжаем продвигатель. Так, так, классically. Так, спасибо.